Слава Господу! Я буду читать Слово Божье, мы немножко порассуждаем и будем молиться нашему Господу. Я буду читать книгу Иисуса Навина с 9 главы. Из третьего стишка. Но жители Гавона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гайем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на услов своих, изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в Стан Израильский, в Галгал, и сказали Ему и всем израильтянам, «Из весьма дальней земли пришли мы, итак, заключите с нами союз». Израильтяне же сказали, «Евеям, может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу, «Мы рабы твои». Иисус же сказал им, «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали Ему, «Из весьма дальней земли пришли рабы твои, в имя Господа Бога твоего». И мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте. И все, что Он сделал двум царям Аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Ясивовскому, Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе. «Слышишься, старейшины, и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваших хлеба на дороге, пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши. Итак, заключите с нами союз». Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в день, когда мы пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. Эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша, и обувь наша обвешала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли и хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и поставил с ними условия в том, что Он сохранит их жизнь, и поклялись им начальники общества. Вот такую историю мы, я думаю, все ее знаем, как жители Гаваона употребили, написано здесь, хитрость. Они сделали такое дело, взяли все старое, хоть они недалеко жили, и пришли, и вот, говорит, заключи с нами союз. Заключи союз с нами, потому что мы слышали о всем, что Господь сделал, что мы пришли во имя Господа. И я хотел бы обратить наше внимание на такой стих, то 14 стих этой главы. Израильчане взяли и хлеба, а Господа не вопросили. И я хотел бы сегодня поговорить или порассуждать вместе с вами о том, что мы имеем в жизни, или как мы поступаем, и имеем ли мы ведение в нашей жизни, и на что мы полагаемся, и на что надеемся, предпринимая то или иное дело, поступая так или иначе, чем мы руководствуемся. Здесь написано, что и израильтяне взяли их хлеба, посмотрели, они старые, засохшие, увидели ихнюю одежду, увидели то, что мехи их с вином уже очень старые, вино старое. Они увидели это и поверили глазам своим, поверили разуму своему, и заключили с ним и союз, о котором Господь сказал, не заключайте союза со всеми окружающими у вас народами. Но они не вопросили, здесь написано Господа, не спросили совета у Господа, а понадеялись на свой разум, понадеялись на свои глаза, которые мы видели, доверились этому, а Господа не вопросили. И мы знаем, это была проблема. В свое время потом, когда уже стал царь Саул, он по ревности своей написан, он начал уничтожать этот народ, и потом, уже когда Давид был царем, был голод в земле, из-за того, что Саул хотел убить их, а была клятва, которые пообещали, что не будут убивать. То есть, пришли проблемы в израильском народе, из-за этого, что они так поступили. И знаете, и сегодня, в наше время, мы должны смотреть на то, как нам поступать и как делать в нашей жизни. Я немножко выписал себе, хоть я, знаете, над этим очень много рассуждал, очень много размышлял на том, ну, как поступать в жизни. Потому что, смотря на свою жизнь, смотря на прошедшие дни, я вижу, что у меня были очень многие ошибки, только лишь потому, что я не знал воли Божьей, что я не, как бы не приложил старания и усилили о том, чтобы узнать волю Божью на то или иное дело. И приходили какие-то утери, приходили какие-то проблемы в жизни, потому что я поступал, как считал, ну, в своем разуме правильно. Хотя, конечно, Господь нас наделил разумом, Господь нам дал рассудок, Господь нам дал разум, как никакому творению не дал. Но важность в том, чтобы мы все же имели ведение от Господа. Хотя, знаете, вообще люди, они руководствуются, можно сказать, ну, таких, три основных ведения есть в жизни человека. Это ведение по взгляду очей и по желанию плоти. Правда, это есть. Это даже есть и у нас, христиан. Как я уже эту историю прочитал, они увидели, они посмотрели и сделали так, как их глаза смотрели, как они поняли это. Можем вспомнить Самуила, когда Господь ему повелел помазать отверг Саула и помазать сына Иесеева на царя. Он приходит, он посмотрел, приходит старший сын, он был воином, он был здоровый, он был крепкий, он посмотрел и говорит, ну, наверное, этого Господь избрал. Он доверился своими глазами. Хоть имел он внутри ведение Господне, но Господь ему говорит, нет, нет, не смотри по взгляду очей своих. Его не так Господь избирает. Господь смотрит вовнутрь, но знаете, мы ни в кого, вовнутрь сердца никого мы не можем заглянуть. Я не могу посмотреть ни в кого, ваши мысли, не могу прочитать, прослушать, не могу посмотреть в ваше сердце, но есть Господь, Который знает и видит, Который проникает во внутренность. Мы этого не можем делать, и поэтому, чтобы нам что-то делать, чтобы как-то понять человеку, нам нужно ведение от Господа. Потому что мы можем поступать по, как я уже говорил по ведению очей наших. Мы увидели, мы увидели поступок человека, мы увидели дело человека, и мы в своем сердце сделали вывод. Мы, может, даже какой-то суд совершили в сердце своем, потому что мы видели или увидели поступок человека. А мы не знаем, почему он так поступил. А мы не знаем, что внутри этого человека. Мы этого не знаем, Господь знает. Поэтому важно сегодня не доверять взгляду наших очей. Не доверять тому, что видим мы. Не доверять тому, что плоть наша хочет. Наша плоть, она, знаете, многое требует. И в Екклесиаста мы читаем 11 глава с 9 стишка. Пожалуйста, высветите это, чтобы я не искал все эти места. Екклесиаста 11, 9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твою радость во дне юности твоей, и ходи по почам сердца твоего, и по ведению очей твоих, только знай, что за все это приведет тебя на суд Бог». Знай, что Бог приведет тебя за все это на суд. Можешь ходить, можешь ходить по взгляду очей, можешь ходить по ведению плоти своей, по желанию плоти своей. Знаете, она очень многое требует. Она очень много хочет от нас, и мы можем ходить это. Мы можем так поступать. Господь для нас дал выбор. Господь для нас дал свободу в нашей жизни. Но Бог предупреждает, но знай, Господь за все это приведет тебя на суд. Ты можешь ходить, ты можешь поступать. Это твой выбор, это твое решение, но знай. Знаете, когда мы будем ходить по взгляду наших очей, по желанию нашей плоти, мы будем иметь очень большие потери в жизни. Сегодня брат уже нам читал о блудном сыне. Он захотел. Его плоть звала его. Его плоть требовала от него. И он захотел и пошел, чтобы использовать в своей жизни. То есть он пошел по ведению плоти своей. Он пошел использовать то, что хотела от него плоть. И написано, пришел, уже брат нам рассказывал, пришел в самое низкое положение. Он был возле свиней. И даже того, что давали этим свиньям, он хотел этого покушать, а ему и этого не давали. Он пришел в самое низкое положение, потому что он пошел по взгляду очей своих, по желанию плоти своей. И второе есть такое ведение в жизни человека, это ведение по разуму человеческому, по рассуждению, по мудрости человеческой. И знаете, очень многие этим руководствуются, очень многие так идут сегодня в жизни. Они руководствуются разумом своим, руководствуются знаниями своими, руководствуются тем, что я знаю, я это вычитал, я это изучил, я это знаю, и вот я так буду поступать. И знаете, и не всегда это приводит к желательным результатам в жизни. Почему? Потому что Господь сказал, мой разум, это не ваш разум. И то, что у меня на сердце, я своими словами говорю, это не то, что у вас на сердце. И то, что мы думаем, не так думает всегда Господь. У Господа есть свои планы. Господин разум, он не такой, как наш разум. Его мудрость не такая, как мудрость человеческая. Он смотрит по-другому. Мы человеческим разумом, человеческими, ну, своими размышлениями, в основном мы смотрим, что все было хорошо вокруг нас, то есть по плоти. А Господь, Он не заботится только о нашей плоти. Для Него самое главное, это спасти душу нашу. Это, чтобы мы вошли в небо, это, чтобы мы получили вечную жизнь, спасение. Это важно для Господа, это, ну, необходимо. Знаете, возьмем такой пример. Саввл, человек, который любил Бога, который был научен, написано, он знал весь закон, он был обучен у ног великого человека, умного человека Гамалиила. Он был изучен всей мудрости закона, он знал все. Он шел и гнал церковь, потому что это так закон говорил, потому что это не сходилось с закона, у него была мудрость, и он пошел по мудрости своей, которую имел. Но милость Господня была к нему, и Господь остановил его, и мы читаем Слово Божие, он говорит, что все то, что я имел, все то, что я знал, все то, что было у меня, я все почитаю за ссор ради превосходства познания Господа моего, Иисуса Христа. Всю эту мудрость человеческую он отложил в сторону. Он отложил в сторону, он не захотел с ним считаться ради познания Иисуса Христа, ради ведения от Господа, от Иисуса Христа. Он говорит, что я встречался с Иисусом Христом, он получил это ведение от Иисуса Христа, он получил знания от Него, а то, что он знал, он говорит, я все почитаю за ссор. Все это для меня осталось, как пустота, это для меня больше ничего не значит. Вся моя мудрость, все мои знания, они мне больше не нужны. Мне нужен только Иисус. Это есть самое важное для нас, друзья, Господь, чтобы иметь это ведение от Господа, водительство Божье, водительство от Духа Святого, чтобы нам идти по этому жизненному пути и не заблудиться, чтобы нам, идя по этому жизненному пути, оказаться в вечности, чтобы нам не терять в этой жизни. Знаете, мы читаем в Слове Божьем, есть написано такое место, где написано, что Бог, Он есть Бог ведения. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да они исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него все взвешены. То есть, Господь наш, Он есть Бог ведения, Он есть Бог, Который знает все. И мы, люди верующие, мы служим нашему Господу, мы поклоняемся Ему, мы идем за Ним, и у нас должно быть ведение в жизни от Него, не от нашего разума, не от наших очей, не от нашей плоти, которая требует, а ведение от Господа. Это необходимо и важно, друзья, сегодня для нас, потому что мы хотим все войти в небо, мы хотим все прийти на небеса, и мы хотим все быть с Господом. И если мы будем ходить по ведению отчей, по ведению разума нашего, мы можем очень легко заблудиться, очень далеко уйти, и просто умрем, умрем, если не будем жить по ведению Божьему, не будем жить по ведению Духа. Так говорит Слово Божье, так говорит Писание. И 1 Коринфянам 8 глава 2 стишок говорит так. 1 Коринфянам 2 глава 8 глава 2 стишок. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должно знать. И 3 стишок. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это очень важно, друзья. Кто любит Господа, тому дано знание от Него, тому дано ведение от Него. Потому что если мы думаем, что мы знаем что-нибудь, Слово Божье говорит, то мы еще ничего не знаем, как должно знать. Если у меня есть разум, если надеюсь на свой разум, надеюсь на свою ученость, Слово Божье говорит, ты еще ничего не знаешь, как должно знать. Может, ты думаешь о многом, может, я думаю, что я много знаю. Может, кто-то еще думает, что он очень много знает, очень много изучил. Но Слово Божие говорит, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто любит Бога, у того есть знание от Бога, у того есть сведения от Господа. Тот будет руководствоваться Господом, того Господь будет вести. Знаете, вот часто размышляю в нашей жизни, знаете, я не против того, что сегодня есть очень хороший проповедник, очень научный, закончили много школ, какие-то университеты христианские. Это хорошо, я не говорю, что это плохо. Но наблюдая вот так сам в своей жизни, знаете, когда мы можем услышать очень хорошую речь, очень хорошую проповедь, очень хорошо все разложено, но нет жизни в этом. Нет этого вдохновения. Хорошо послушал, принял своим разумом. принял в своем разуме, понял, что он хотел сказать, но оно внутренность почему-то не входит. Прошло время, и ты просто это забываешь. Когда, знаете, идет такая хорошая проповедь, а вот силы Божьей, ну, не чувствуется в этом. Я думаю, кто руководится Духом Божьим, это многие могут подтвердить то, что я говорю. Потому что так бывает. Ну, хорошая проповедь, ну, очень хорошо изложено, а вот жизни нету. Знаете, в пятницу сестра нам рассказывала здесь на собрании за одного человека, который покаялся, потом он брал, не, он, по-моему, хотел погубить жизнь своим самоубийством, и кто-то ему положил Библию. Положил Библию к нему. Он говорит, он пришел в лес, уже хотел себе вены вскрыть, но перед тем, как вскрыть, говорит, нашел Библию у себя в рюкзаке. Говорит, открываю эту Библию, а оттуда идет запах хлеба. Ну, такой приятный запах хлеба. Говорит, закрыл, нет этого хлеба. Открываю, опять идет этот запах хлеба. И знаете, и как важно, когда наша речь, она под помазанием Духа Святого. Когда мы говорим то, что Дух Святой влаживает в сердца наши, тогда идет этот живительный запах хлеба. Тогда идет, снисходит эта благодать. Тогда снисходит от Господа сила. И мы можем жить, мы можем питаться, мы можем насыщаться. А можно просто, ну, читать как Слово, слушать как Слово и говорить как историю, говорить как Слово какое-то, но не Слово Божие, не Живое Слово. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь, чтобы нам держаться Господа, держаться ведение от Господа, держаться силы Божьей. Потом, знаете, этот человек, о котором я только что говорил, он покаялся, он очень был хорошим проповедником, он всегда открывал Слово Божие, с него текла река. Но прошло какое-то время, он решил пойти и выучиться, пошел учиться, он выучился на какой-то библейский колледж, не знаю, что там закончил, он говорит, я стал проповедовать, а запаха хлеба я перестал чувствовать, не стало этого запаха хлеба в Библии. Поэтому, друзья наши, нам важно сегодня учиться, но учиться у Господа, учиться на коленях наших, учиться у Слова Божьего. Я говорю, я еще раз повторяюсь, я не против никаких утверждений, никаких заведений, если есть возможность, особенно молодые, идите, учитесь, это намного лучше, чем что-то в этом мире искать. Но при этой учебе мы должны на коленях наших стоять и искать ведение от Господа, искать того, чтобы Господь учил внутренность нашу, чтобы не только брать человеческую мудрость, но чтобы Господь при этом научал, чтобы было помазание от Духа Святого, и тогда будет ведение в нашей жизни и ведение от Господа, и мы не будем иметь потери в нашей жизни, мы будем идти за нашим Господом. Осии, 4 глава, 6 стишок, написано так. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Здесь очень серьезное слово, друзья, к нам говорит. «Истреблен будет народ за недостаток ведения. За недостаток ведения очей наших, или плоти может, или разума нашего. Правда, нет? За недостаток ведения от Господа. За недостаток ведения Божьего. Знаете, мы хочем иметь ведение в нашей жизни. Мы хочем руководиться Господом, чтобы нам не погибнуть, потому что здесь мы только что прочитали это очень серьезное слово, которое Господь говорит. «Истреблен будет народ за недостаток ведения. И если посмотреть вокруг нас, сегодня очень много погибает. Сегодня очень много уходит в сторону, очень много идут за голосом плоти, за голосом разума человеческого, и не идут за голосом Божьим. И гибнет народ Божий. Знаете, мы все в наших семьях отцы, мы есть священники в домах наших. И из уст наших ждут ведения дети наши. Из уст наших они ждут закона, они ждут порядка. И если, знаете, мы не будем иметь ведение от Господа, мы не сможем передать это ведение детям нашим. И наши дети могут гибнуть. Знаете, в наших церквях мы хотим ведения от наших пастырей, от наших священников. И иногда, знаете, мы говорим, а священник не таков, а пастырь не таков. Знаете, я бы хотел себе и каждому из нас задать вопрос. А сколько я простоял на коленях, прося ведения для служителя, прося ведения для пастыря своего, чтобы Господь ему давал это ведение. Мы хотим от кого-то, мы требуем от кого-то. А что я делаю? А как я поступаю? Есть ли это в моей жизни, что я нуждаюсь в том, чтобы пастырь, который выходит, говорит слово свое, которое ведет церковь, чтобы он имел ведение? Или я просто жду? Просто жду от кого-то? Господь хочет, чтобы мы все вместе держались, чтобы мы все вместе шли за нашим Господом. Чтобы мы стояли в проломе друг за друга, чтобы мы молили Господа и просили ведения для священников наших. Чтобы мы просили у Господа руководства в наших церквях, чтобы мы просили руководства от Духа Святого. Чтобы мы сегодня шли за нашим Господом, чтобы Дух Божий действовал среди нас. Поэтому, друзья, будем искать того, чтобы Господь помогал нам, чтобы Господь руководил нами, чтобы Господь вел нас. В Римлянам 8 главы, я тут прочитаю с Библии, 8 глава Римлянам. Мы читаем такое слово. С первого стишка будет читать. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего, подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духе о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовная жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. А если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И если Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешив всех Христа из мертвых, оживит и ваше смертное тело Духом, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духу умрешляются дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Очень тоже сильное место для нас с вами, о котором нам нужно рассуждать, о котором нам нужно думать, друзья. Живущие по плоти, люди, которые руководствуются по плоти, по взгляду отчей своих, по желанию плоти, они написаны, если будете руководствовать этим, умрете, погибнете. А живущие по Духу, они будут жить. Ибо живущие по плоти, они Богу угодить не могут. Потому что Бог, Он есть, Дух желает противного плоти, а плоть желает противного Духу. И мы сегодня должны руководствоваться по Духу. Может быть, это не всегда в нашем разуме слагается. Может быть, это не всегда нам понятно, почему так Бог хочет. Знаете, можем вспомнить пример такого, когда первые христиане, было сильное пробуждение, и один человек, человек Божий, Филипп, он услышал голос от Духа, говорит, ему Бог говорит, иди на дорогу, которая пуста. Кажется, по разуму, зачем я пойду на ту дорогу, которая пуста, по которой никто не ходит, в которой никто не находится. А Бог говорит, иди на эту дорогу. И знаете, по разуму нашему, ну почему я должен так поступать? Ведь там никого нету, зачем мне туда идти? Но Филипп, он был Вадимой Духом, Святым, он был Вадим Богом. Он услышал и пошел. Пошел, и мы знаем, пришло спасение для Евнуха, для большого человека, который был при царице Савской. И пришло спасение для Него, и он пошел, радуясь, на Него сошел Дух Святой. Он крестился и пошел спасенным. Потому что Филипп, он послушался голоса Божия, который, ну, не сходился с разума, по нашему человеческому, ну почему, зачем так делать? А он послушался, потому что Дух Святой сказал. И знаете, в нашей жизни мы можем вспоминать многие примеры, когда Дух Святой говорит в сердце, и мы слышим этот голос. Мы слышим это. Знаете, недавно с одним братом в нашей церкви я говорил, он рассказывал такой пример. Он говорит, я ехал домой, когда он был молодым, говорит, я работал и учился, очень мало было у меня сна, и для меня очень важны были, ну, как каждых 10 минут, чтобы поспать. Он говорит, я учился, потом вечером работал, и поздно домой возвращался на машине. Говорит, я всегда долгое время ехал по одной и той же дороге. Я знал, там полицаев нету, там ровная дорога. Вечером там, а все старики спят, там никто никогда не ходит. Говорит, я всегда ехал по этой дороге, я 70 ехал там, и больше, как получалось, чтобы быстрее приехать домой, чтобы хоть чуть-чуть еще поспать. И урод, один раз я еду, и внутренность говорит, тормози. Говорит, ну зачем тормозить, мне нужно поспать. Говорит, еду дальше опять, тормози. Нет, он говорит, дальше еду. Третий раз, говорит, я третий раз послушался, нажал на тормоза, и только я нажал на тормоза, говорит, не знаю, откуда передо мной целая стая коз перебегает дорогу. И это важно, друзья, слышать этот голос. Кажется, разум говорит, зачем? Я всегда, я уже, может, полгода на этой дороге езжу, никогда ничего не случалось, никогда ничего не было. Но важность слушаться голоса Духа Святого и быть руководимым Духом Святым. Быть водимым Духом Святым. И тогда мы будем избегать очень многие проблемы в жизни нашей. Мы можем избегнуть даже какие-то, ну, ущербы и страшные ущербы. Даже жизнь можем потерять, если не будем слушаться голоса Духа Святого. Поэтому, друзья, нам важно сегодня быть внимательными голосу Духа Святого, потому что мы есть дети Божьи. Ибо все водимые Духом Святым, написано Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Я читал это, мы читали это. Мы называем себя детьми Божьими. Мы называем себя сыновьями и дочерями Божьими. А как мы сегодня слушаем голос Духа Святого? И как мы заботимся о том, чтобы слышать этот голос? Чтобы слышать этот голос, чтобы понимать этот голос, чтобы различать этот голос от голосов других. Потому что, знаете, можно послушаться голоса разума своего, сердца своего. Мы еще можем вспомнить такой пример Давида. Когда он бегал от Саула, и вот в один момент он сказал, я не буду читать это написанное в Первое Царство из 27 главы, там описывается об этом. Он в свое время, говорит, решил в сердце своем, ну, так своими словами скажу, ну, сколько я буду бегать от царя? Уйду, говорит, к другому царю, к филистимлянам, пойду туда, и буду жить там безопасно. Потому что, вот смотря как его, он постоянно преследовал, когда-нибудь, он говорит, в сердце своем или в разуме, когда-нибудь я попадусь ему. Он доверился разуму своему. Он доверился тот, что видели глаза его, что он бегает, что много раз он уже был на грани того, что Саул его поймал почти. Он доверился разуму своему и пошел. Пошел к царю Гевскому. Пошел к филистимлянам, в землю неприятеля. И мы знаем эту историю. Мы знаем, что он потерял все. У него забрали детей, забрали жену, забрали все имущество, и народ хотел побить его камняль. И только тогда он пришел в себя, только тогда он понадеялся на Господа, только тогда он доверился Господу. И написано, что вопросил Господа, что делать. Тогда уже спросил у Господа совета. Тогда спросил у Господа, что мне делать. Господь ответил ему и помог ему. Знаете, если бы, я думаю, если бы Давид вопросил Господа, сначала идти ли мне к этому царю. Посоветовался с Духом, идти ли мне туда. Я не думаю, что Господь ему сказал бы идти. Но он понадеялся разуму своего. Он доверился тому, что видят глаза его. Это важно, друзья, нам сегодня не надеяться на разум свой, не надеяться на то, что наши все мысли, все обстоятельства говорят о том, что нужно вот так поступить. Сегодня важность в том, чтобы вопросить Господа, спросить у Господа совета, спросить Господи, а как ты скажешь? А что ты скажешь? Как мне поступить? Что мне сделать? Мы можем водиться разумом своим. Может быть, и будет какой-то успех, но недолго он будет, если без Господа, если без совета Господня, если без ведения от Господа. Поэтому, друзья, важно, важно сегодня руководствоваться Духом Святым, чтобы наша жизнь, она управлялась Господом, чтобы наши все пути были взвешены в глазах Божьих, не моим разумом, не моим пониманием, но чтобы Господь мной управлял, чтобы мне искать этого, чтобы мне искать того, чтобы Господь руководил всем, чтобы Господь управлял всем. Ибо, знаете, мы на Господа надеемся, мы на Господа уповаем, мы Ему доверяем жизнь нашу, мы хотим знать волю Божью в нашей жизни. Но, знаете, иногда знать волю Божью, это еще не означает поступить. Поступить так, как Господь хочет. Мы можем взять такой пример из Писания, когда к пророку пришли мужи израильские, пришли старейшины, сели у ног его и говорят, вопроси у Господа, какова воля Божья? Они сели, начали ждать, а Бог говорит пророку своему, говорит, эти люди пришли, они допустили идолу в сердце свое, они допустили грех, они поступают по плоти своей, по желанию, беззаконно, и пришли, хотят знать волю мою. А Бог говорит, а я не буду им говорить воли моей, потому что они поступают неправо. Иногда мы хочем знать волю Божью, а мы не хочем жить по воле Божьей. Иногда мы хочем знать, что Господь, о будущности нашей, что ждет народ Божий, и что ждет нас, а жить не хочем по Слову Божьему. И Господь говорит, что я не буду отвечать, не буду говорить. Иногда, знаете, мы, может, узнали волю Божью, может, знаем, как к Еремии пришли и сказали, вопроси Господа, вопроси о нас Господа, и все, что Он скажет, мы сделаем. Но когда Еремия помолился, Господь сказал, им это не понравилось, это не сошлось, с ихними планами, говорят, не Бог это сказал. Так Бог не мог сказать. И поступили по-своему. Поступили потом, как желало их сердце, пошли в Египет и погибли там. Пошли туда, куда Господь не говорил. Поэтому, друзья, важность ходить пред Господом, чтобы знать волю Божью. Ходить пред Богом, чтобы Его воля, она открывалась внутренности нашей, чтобы иметь ведение от Господа. А когда знать волю Божью, исполнить ее в жизни нашей, исполнить так, как Господь хочет, исполнить так, как Господь повелел. Иисус в свое время говорил, перед страданиями своими, у Него было желание, было желание плоти, Он говорил, если возможно, домину и чаша сия меня. Ну, дальше говорит, но не как я хочу, а как хочешь ты, Он не искал своей воли. Он говорил, не ищу своего, не ищу того, что хочу я, а ищу того, что хочет Господь, что хочет Бог в моей жизни. И важно, друзья, сегодня иметь ведение Божье в жизни нашей, чтобы нам не иметь потери, чтобы нам не иметь какие-то лишения в жизни, чтобы нам не плакать потом. Потому что бывает, что уже невозможно возвратить то, что произошло. Да поможет нам, друзья, Господь искать Господа, искать силы Божьей, искать того, чтобы Господь помогал нам. И я еще прочитаю Римлянам с 12 главы, с первого стишка. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Умоляю вас, братья и сестры, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. Знаете, не только внутренность нашу, не только дух наш, не только то, что внутри нас, но и тело наше. Представьте Господу в жертву, благую, святую, живую, святую и благодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, чтобы нам знать волю Божью, чтобы нам познавать, что Господь от меня хочет. Потому что, знаете, в наших глазах мы все можем быть мудрые. Наши дети могут говорить, что ты, папа, понимаешь, что ты, мама, знаешь. Я уже в совершенных летах, я сам знаю, как поступать, я знаю, как идти, я знаю, что лучше для меня, я знаю себя. И доверяться разуму своему, доверяться тому, что я что-то знаю. А Господь говорит, представьте себя Богу, представьте тело свое. Для чего? Для того, чтобы обновиться умом нашим. Для того обновиться умом нашим, чтобы познать волю Божию, чтобы познать водительство от Господа, чтобы узнать волю Божию благую, угодную и совершенную. У Господа есть план для каждого из нас. У Него есть очень хорошее что-то, что Он определил для нас. Если мы послушаем голоса Божьего, если пойдем по воле Божьей, если доверимся ведению Божьему, а если доверимся глазам нашим, доверимся телу нашим, чувствам нашим, желанию плоти нашей, у нас будут потери. У нас будут убытки, у нас будет печаль и горе. И бывает, что, знаете, уже невозможно что-то исправить, потому что мы поступили так. А сегодня Господь хочет, чтобы мы искали воли Божьей, чтобы искали во всем, во всех наших поступках, во всех наших делах, искали, что хочет Господь от меня, что Господь хочет, чтобы я делал, что Господь хочет, как я поступал, как Господь хочет, чтобы я жил. И делать то, что Господь хочет, и мы будем жить в радости, и будем жить в вечную на небесах. Да поможет нам в этом Господь, друзья, не искать ведение очей, ведение разума, а искать ведение Божие или ведение Духом Святым. Да поможет нам в этом Господь. А Ему за все слава. Аминь. Бои молиться.